Финиширует первая смена трудовых отрядов. Подростки сняли яркие жилеты и перчатки и с чувством выполненного долга готовы отправиться отдыхать. За июнь силами карачаевских борцов за чистоту убрана обширная территория. Ежедневно порядка 40 огромных мусорных мешков отправлялись на свалку. Теперь отмечают участники трудового отряда. Пора подвести итоги и подумать, куда потратить заработанные. Своими соображениями на этот счет они поделились с нашей съемочной группой. Им не страшен ни гнус, ни дождь. За первую смену они буквально обошли весь район. Хотя карачаево раскидано более чем на 20 километров. Им настолько составляет расстояние от моста отряда 93 до сверхглубокой. Зона весьма серьезная, как и форонд работ. Тем не менее, борцы за чистоту смогли победить в бою с нечистоплотными горожанами. Ребята все молодцы. Все абсолютно. Все работают со стопроцентной отдачей. Ежедневно, отмечает куратор, подростки собирали до 40 мешков мусора. Были дни, когда эта цифра переваливала за 70. Но даже на финише трудовой смены они не говорят о денежном вознаграждении за свой труд. В первую очередь они работали для общего блага. Чтобы поселок был чище, чтобы тут было красиво гулять, чтобы не было этого мусора. Для окружающей среды и для чести. Для заработка? Да, еще для заработка. Роман Ибрагимов попробовать свои силы на трудовом поприще решил впервые. Только в этом году ему исполнилось 14. Но возраст не помеха для мужских поступков. На честно заработанные деньги у подростка уже есть планы. Своей сестре я бы хотел подарить самое лучшее, то, что она бы хотела в своей жизни. А маме хотел бы подарить то же самое. Ольга Киричих работает самостоятельно тоже впервые. В этом году девушка окончила 9 классов и собирается продолжить обучение в колледже. А самостоятельная жизнь требует зрелых подходов. Поэтому и планы более приземленные. Хочется поднакопить еще больше, чтобы было. Тогда для чего? Для того, чтобы дальше учиться в колледже, научил бы. Эти подростки с чувством выполненного долга готовы отправиться на заслуженный отдых. Их дело не остановится. Вахту примут участники второй смены трудовых отрядов. Иван Фролов, Татьяна Стофеева, Богдан Жительев, служба новостей «Импульс».